всем здравия я роман головин и сегодня поговорим о парноедении и солнцеедение и бритарианство и за этим видео последует еще видео где мы расскажем в ченнелинге более подробно о парноедении и покажем совместно с анастасией анастасия покажет упражнения через которые можно получать солнечную энергию в начале своей карьеры я снимал видео о парноедении информация была общая сейчас с полной с полными знаниями с полным багажом знаний ответственности понимания я снимаю сегодняшнюю лекцию я думаю чтобы будет вам очень интересно и так существует ли про наед на этой плане существует все ли могут стать парноедом далеко не все те парноеды которых мы знаем в которых пишут журналов которых мы видим по телевизору они все парноеды боюсь что 99 и 9 процентов нет просто они этим зарабатывают себе имя зарабатывать деньги и пиариться за всю свою историю работы с анастасией я видел всего лишь одного человека если этот человек он смотрит это видео я знаю что ты точно смотришь захочешь написать как ты шел к этому и что потом сказали сущности может быть людям будет интересно либо снять совместное видео если есть желание у человека было прописано в программе про наедение вот к этому шел на тот момент практически на фруктах находился длительное время он живет не в россии в северной стране и скажем так приобщился к нашему каналу и на тот момент он уже шел с про наедению мы смотрели полностью как ему правильно переходить на про наедение целый список сущности дали мы контактировали да с нашими создателями сколько лет переходить там насколько я помню там очень длительный срок нам был что-то там от 5 до 10 лет переход и в какой-то момент сущности увидели что не знаю почему вот я не помню я нам уговорил он если захочет сам расскажет и изменили ему программу то есть сказали чтобы он остался на фруктах и дальше переходить нет смысла видно увидели в его жизни сложности какие-то и посчитали нужным что не надо так надрываться и так далее сегодня мы видим про наедов с различных стран которые рассказывают красивые рассказы под пальмы в азиатских странах солнца да конечно же там больше солнца там она практически круглый год сегодня про наедение также как сыроедение это как целая философия то есть люди философски очень относятся к этому это целая жизнь да это целое понимание с моими знаниями да я хочу вам сказать что просто стать про наедом сыроедом это неправильно у человека есть определенные вызовы которые нам дают сущности и которые вы должны исполнить да есть энергетическая программа дается человек как подсказка и с помощью контактёров мы читаем эту программу и человек если там будет прописано сыроедение а спокойно может переходить на это сыроедение и сколько лет переходить в том числе и про наеда если человеко написано что можно стать про наедом пожалуйста программе это прописать отдельно невозможно то есть либо и то есть изначально затачивается до программа под пар overtime естественно человек уже рождается таким сухим как вода то есть у которой нет особых желаний есть там да то есть не как-то у нас проверяет судьба что все время хочется есть не знаешь что и надо с тобой сделать вот то есть испытание просто тоже такое неприятно да когда все время хочется есть с утра до ночи можно сесть с утра и остановиться ночью время хочется есть есть то есть проверка на прочность также у этих людей но есть просто люди которые вот подсели на иглу параноидения им хочется очень сильно стать параноидами к сожалению вера желание философия не позволит вам полноценно продержаться на параноидение длительное время проводились различные эксперименты люди которые участвовали в этих экспериментах никто не выдержал параноидение вот есть джерика самфаер насколько я помню по моему только он один реальный такой это он по моему долго не выдержал там как сколько-то лет он находился на параноидение я вот не знаю проводили с ним эксперименты какие-то что он реально про на это или нет я вот сейчас не могу сказать джаз мухин не выдержал другие люди там которые тоже пытались находиться на параноидение много людей умерло люди просто заводили себя до обезвоживания так далее потому что переходить надо очень долго очень медленно то что там написано да что вы сначала истончаете свое питание переходите с животной пищи все единия на вегетарианство веганство сыроедение фрукторианство жидкую пищу и потом голодание все больше и больше так далее как правило у этих людей в программе прописано много голодания как правило эти люди уже готовы душа развитого этих людей то есть люди думают что если они про перейдут на параноидение они супер развитые там следующий этап они летать начнут там и так далее это неправда это просто как испытание человека человек может не особо вы душа не особо у этого человека тело может быть развита но просто человеку прописано пройти такое испытание кому-то испытание там вот иногда смотрю какие-то передачи ну просто очень тяжелые дети инвалиды рождаются и мама там таскает папа бросает их мамы на руках таскает всю жизнь но это очень сложно и очень тяжело поэтому вы должны понимать что если прописано можно двигаться в этом направлении вот мы этим занимаемся профессионально то есть мы можем достать информацию как лично вам нужно переход я не являюсь про на этом сразу говорю чтобы не было каких-то комментариев да ты что там рассказываешь да ты знать не знаешь да у тебя нет опыта и так далее ну вот я допустим работал врачом много лет как вода делал на пластической операции там молочные железы увеличивал уменьшал там и так далее на лице работал и что если у меня нет молочных желез я не могу право делать операции не могу не говорить или если я лечил разные заболевания и у меня этих заболеваний не было что не могу о них разговаривать я просто давно работаю с анастасии у нас очень большой опыт и мы понимаем как все на земле строится на других планетах мы для этого сюда пришли это наше предназначение поэтому есть много информации от наших сущностей просто говорю тем кто не понимает кто мы такие на какой канал не попали люди которые переходят на параноидение у них есть это в программе от сущности можно получить подробный план перехода сколько лет переходить какие упражнения индивидуально надо делать чтобы у вас никогда не было никаких проблем то есть у человека не должно быть серьезных заболеваний в тот момент у человека не должно каких-то личных проблем в этой жизни быть да на тот момент перехода что человек не разводятся с любимой там женой по каким-то причинам которые там его разлюбила и у них совместно несколько детей там и человек все нажитое теряет у него там в голове что-то творится люди которые до этого дозревают они как правило очень эскетичны изначально уже себя к этому готовят ищут место в какой-то жаркой стране поверьте мне это не сама цель это не сама цель уехать в какую-то жаркую страну и переходить там на параноидение да на какое-то время можно попробовать уехать почувствовать но как мы уже снасти говорили вы в следующей части узнаете что можно находиться на параноидение хоть на севере самое главное не солнечные вот эти ультрафиолетовые лучи а есть другие спектр волн которые впитываются в наши поры проходят наши поры и мы можем получать энергию от этих солнечных лучей даже через такую майку да самое главное что было лицо вот открыто вот я сейчас сижу на солнце а у нас вот 27 градусов то есть лицо оно должно полностью быть на солнце открыты да и делать специальные энергетические упражнения тоже на солнце у кого-то одно упражнение по программе у кого-то 2 у кого-то 3 у кого-то 10 и и это все можно получить индивидуально у вас они прописаны в программе если вы являете параноидом вот многие люди собирают семинары там читают лекции рассказывают индивидуальные какие-то консультации у нас все просто человек обращается смотрим какое тебе питание подходит если он параноид конкретная схема как переходить на параноидение какие упражнения нужны и все человек самостоятельно этим занимается из благополучно сам естественно справляется ситуации и никаких проблем нет то есть мы тоже всегда на связи все это реально сделать самое главное это настрой человека еще помимо того что человек захотел перейти у них программа такая есть до настрой понимания то есть мы заряжаемся делаем упражнение от солнца верим в это и вот эта энергия про на тонкой энергии тонкой энергии энергия на 1 до то что грубая энергия тонкой энергии еще какая-то все неправильное понятие энергия на 1 вот и мы получаем от искусственного солнца это лампочка это не настоящее солнце от этой лампочки получаем через поры через дыхание не получится сразу говорю только через поры лучше чтоб конечно тело открытое было но через ткань тоже проникает сразу хочу сказать что есть люди которые не параноиды но они тоже могут увеличить скажем так потребление через поры энергии до от солнца и меньше есть то есть любой человек до может минимизировать количество потребляемой пищи до минимума да быть малоедом на любом питании и потреблять больше энергии от солнца это тоже реально то есть нужно просто обладать знаниями смотреть подобные каналы как у нас и есть упражнения интересные которые тоже есть индивидуальные на канале мы общее упражнение давали можете посмотреть йога инка сана называется тоже мы достали все это с тонкого плана кому интересно может либо в личное сообщение написать или просто с каналом ознакомиться через йогу тоже можно получать энергию но это чуть другое поэтому видите путей несколько либо через йогу получать либо через солнце либо через йогу и полюс солнца это еще лучше будет и естественно если про на этом полностью отказ не про наед какую-то пищу оставляя но опять же это все нужно грамотно аккуратно переходить на это питание всегда надо смотреть за своим самочувствием самочувствием внутренним состоянием если вы чувствуете что в данный момент времени что-то происходит не так с вами как я вот начал резко переходить когда жил еще за границей на фрукторианство очень быстро перешел подсел там одного товарища который там раз рекламирует давай давай там это классно там и так далее то есть многих людей слушать нельзя большинства людей которые сегодня существуют на планете у них знаний нет к сожалению они друг за другом все повторяют один кто-то там как-то дошел до этого схематично там да потом начинают других учить проводить семинары писать книги и лекции там люди клюют на это там да это заработок денег до появился какой-то новый гуру там на самом деле этот гуру подъедает что вечерам втихаря там да какую-то пищу вот так далее и таким образом человек создает такой миф что он считается право на самом деле это не так поэтому каждый должен понимать что самое главное не стать параноидом в этой жизни а духовно развиваться тип питания это вторично хотя тип питания очень сильно помогает человеку чем больше истончается тип питания тем меньше человек спит тем больше он душевно легче душевно развиваться больше энергии меньше болезни меньше глистов вирусов паразитов в организме потому что нет субстракта до для развития и так далее на тему про наедение можно очень долго говорить всех беспокойно вот же человек желудочно-кишечный тракт дан да да у человека же есть восьмерка до восьмерки рудименты раньше они нужны были когда человек более грубую пищу ел со временем тело то одно его создали наши создатели никак не меняется когда человек перестает злоупотреблять или есть много еды или вообще перестает есть постепенно то желудочно-кишечный тракт перестает работать да там атрофей какая-то происходит но если человек заново начинает есть обратно все восстанавливается но это опять же при условиях смотрите чем у человека более тонкое питание прописано в программе тем ему легче длительное время сохраняя находиться на парные деньги вот есть у нас люди которые себя позиционируют как параноеды на самом деле большинство из них не параноедов просто эти люди очень долго могут находиться без еды вот и все то есть они могут голодать там неделю две недели три недели тогда но все равно где-то что-то втихаря подъедают они считают что это там ерунда такая балуются вот поддерживать свой желудочно-кишечный тракт а может быть боятся бы не атрофировался мы просто эти люди не могут просто некоторых известных людей я не буду чем фамилии называть мы смотрели с насти в ченнелинге даже их родственники обращались то все не просто веганы представляете человека прописано программе вегана он парноед и лекции читает все узнают поэтому о чем тут можно говорить просто человек длительное время может находиться на таком питании потом у нее проблемы со здоровьем начинается когда они начинают проблемы со здоровьем тихаря начинает подъедать ему стыдно в этом признаться своим естественно подписчикам его адептам и так далее поэтому человек просто замалчивает так далее ему кажется что он не справился с этим на самом деле у него программа просто другая и не надо себя винить в этом и вот чем люди тоньше к этому питания тем легче им длительнее находиться на на таком питании то есть опять же говорю если у человека в программе все едини прописано он на строение перешел да он может и год и два быть нас родине 34 а потом они проблемы начинаются причем такие глубокие что сначала не понимает он начинает судорожно искать так мне что-то не хватая это все прошел до фрукторианство полностью да все это понимал как бы да я чувствовал что мне что-то не хватает объяснить я не мог пока мы с настя не начали ченнелингами заниматься и тогда уже все ответы на свои вопросы я получил и постоянно с вами делимся у себя на канале таким образом люди которые себя позиционируют там сыроедами там веганами парноедными большинство из них они не могут находиться на этом питании поэтому них откаты начинаются они начинают объяснять чем угодно только не тем что у них в программе ты не прописала что знание нет они не понимают один говорит делает все повторяют и вот так вот так друг за другом все это идет я думаю что наша информация вам было интересно можно очень долго эту тему развивать если о чем-то не рассказал пишите свои комментарии обязательно отвечу смотрите энергетическое упражнение это супер эксклюзив впервые мы это показываем я думаю вряд ли у кого вы это увидите и естественно говорю что для каждого человека есть индивидуальное упражнение йоги для концентрации для расслабления для набора энергии также и упражнения получения от солнца через дыхание не получится получить да там вот еще не рассказал что люди есть на севере которые живут до который типа питанием получают питание от солнечного сияния от луны практически получить от этого невозможно только солнце то есть от луны тоже можно но это нужно чтобы человек очень развитым поэтому это все таки мифы северные солнцееды южные так далее конечно там где больше солнца проще это сделать и так далее но допустим живя в каких-то южных регионах даже зимой можно все равно достаточно хорошо получать солнце не обязательно ехать в африку либо в азиатской страны удачи вам здоровья энергии увидимся новых видео до свидания